Я царствую Мой наследник Безумец Расточитель молодой Развратников разгульных собеседник Едва умру он Он сойдет сюда Под эти мирные немые своды Столпой ласкателей Жадных Украв ключи у трупа моего Он сундуки Со смехом Отопрет И потекут сокровища мои В атласные диравые карманы Он разобьет Священные сосуды Он грязь елеем царским Напоит Он расточил А по какому Праву Первая роль Которую я сыграл На этой сцене Это маленькие трагедии Скупой Альбер Скупом С Николаем Константиновичем Черкасовым Он мой отец Я его сын Это первая роль И Это случилось Как? Это просто ввод был Только вышел спектакль Актер уже Играл Но И меня ввели Вторым И это такое было Знаете На многие годы Я стал в Александринке Вторым Вот как вошел Первый раз Так много-много лет Был вторым Кто-то первый играет А я второй Так вот Альбер И Репетиции не дали Даже на сцене Мне Представляете? Это огромная сцена Я месяц репетировал Антонин Николаевич Даусен Со мной В репетиционной комнате Пришел Леонид Сергеевич Вивьен Поправил Эту работу Подсказал мне Что потом Вывели меня В день спектакля На сцену Положили меня На такую фуру На шкуру Медвежью Я лег И сказали Поехали Ну мне рассказали Что будет Увертюра Потом Ты поднимаешься И говоришь Первый монолог Альбера Я выехал Лежу Заиграл оркестр Я открыл глаза Увидел свечи Эти На ярусах Наши И все Мне нужно Начинать Монолог И я не могу Сказать слово Я слышу У меня останавливается Сердце И я думаю Все Вот здесь И закончилась Жизнь Этого молодого Артиста Это Страшные Совершенные Ощущения Но когда я Говорил Режиссеру В режиссерском управлении О том Ну как же я Без репетиции Выйду на сцену Мне говорят Ну что вы Вы уже опытный Артист Вы играли Ромео Вы играли Дженни Герхард Вы В спектакле Дженни Герхард Вы играли О Косту И так далее Ну что Вы идти Посмотреть Человек говорит Не своим голосом Куда-то Он Вошел Туда Как из Бочки Но слава богу Я хоть рассказал Эти слова Никому не помешал В общем Ким-то образом В полуобрачном В обморочном состоянии Я закончил Этот спектакль И сказали Потом уже Позже Говорили Да Может лучше Чтобы он В Симферополе И оставался Первый раз Принимал меня Директор Тогда был Яценко Иван Васильевич Вернее Директора не было Он был заместителем Директора Но исполнял Его обязанности Ильян Сергеевич Вивьен Художественный руководитель Главный режиссер Они меня Значит Принимали В кабинете Я сидел Ждал Волновался Заключить со мной договор Там взять меня на работу И так далее Пригласили меня В кабинет Сидел Ильян Сергеевич Вивьен Иван Васильевич Яценко Ильян Сергеевич Говорит мне Ну вот Мой мальчик Значит Начинаем Работать Вы будете Зачислены С сегодняшнего числа Будет приказ Вот Иван Васильевич Подпишет Значит Ну такой Вопрос Финансы Значит Мы решили Что вы будете Получать Поначалу 175 рублей Это довольно Большие деньги Тогда были Я говорю Леонид Сергеевич Я в Симферополе Получал 150 Так может Сделать так Чтобы я И здесь Начал получать 150 А вот Когда я Что-то сыграю Докажу Что-то Вы сразу Мне и Прибавите Они посмотрели Друг на друга Улыбнулись И Леонид Сергеевич Говорит мне Мой мальчик Бери 175 Потому что Может пройти Лет 10 И тебе И копейки Никто не Прибавит Так он Как в воду Глядел Прошло Ровно 10 лет И через 10 лет Мне прибавили 25 рублей Я начал Получать 200 рублей Нет Не могу Противиться Я доле Судьбе Моей Я Избран Чтоб Его Остановить Не то Мы все Погибли Мы все Жрецы Служители Музыки Не я Один С моей Глухой Славой Чтоб Пользы Если Моцарт Будет Жив И Новой Высоты Еще Достигнет Подымет Ли он Тем Искусство Нет Оно Падет Опять Как он Исчезнет Наследника Нам не Оставит Он Я когда-то Будучи молодым Артистом Мечтал Сыграть Чацкого Как я хотел Сыграть Эту роль Какое ощущение Было Какая боль Там клокотала Во мне И какая Любовь Не удалось Не удалось И Предлагал Это сделать Михаил Иванович Царев В малом Театре Но так Сложились обстоятельства Он сказал Что вы Вначале Квартиры не будет В Москве Это Я в Симперополе Тогда еще был Вы будете Пока жить В гостинице А потом Дальше Посмотрим Ну как В гостинице Что я там буду делать И Ну Но не сложилось Даже не поэтому Просто не сложилось Может потом Другие обстоятельства Были У Царева И он Не стал со мной Вести переговоры Но намек Такой был Что я мог Это когда-то Сыграть Это прошло Многие роли Прошли И Прошла Одна роль О которой я Страдал Просто Так мне хотелось Ее сыграть Но уже Все Прошли Это Лермонтов Это Арбенин Он прошел Потому что Уже сейчас Не нужно это делать А сейчас Что хотелось бы еще Дон Кихота Хочу сыграть Не знаю Смогу ли Но я С ним Соприкоснулся На радио Сделали радиоспектакль Такие три вечера Были сделаны По Роману И я там сыграл Дон Кихота Да Грандиозные совершенно Ощущения От этого И о роли И вообще От этого человека От этого существа Он какой-то Какой-то Космический Как будто он Был прислан сюда Послан Вернее Не точное слово Сказал Послан сюда На землю Чтобы Олицетворить Благородство И доброту И любовь К человеку Удивительный Совершенно Вот хотелось бы мне Если Когда-нибудь Кому-нибудь Ведет это в голову То я хотел бы Это попробовать Я хотел бы Попробовать Казанову Старого Есть такая пьеса Вот Ну это может Такая концертная Даже Работа Вот это С тобой бы нам Хорошо бы На эту тему Поговорить Может быть Лир Ты плачешь Эти слезы Впервые Лью И больно И приятно Как будто Тяжко И совершил я долг Как будто Нож Целебный Мне отсек Страдавший Член Друг Моцарт Не замечай Продолжай Спеши Еще напомнит Звуками Мне душу Страдавший 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 Продолжение следует...